Всем привет, ребят! С вами MegaObzor.com. В конце прошлого года мы проводили глобальное тестирование комбо-видеорегистраторов, актуальных и по сегодняшний день. Одним из лидеров тогда по итогам комплекса тестов стала модель Playme P500-300. И сегодня мы её рассмотрим детальнее, поделившись опытом длительной эксплуатации. Playme P500 уже доступна в российских магазинах, ценные магазины по ссылке в описании к этому видео. Поставляется видеорегистратор упаковки из плотного картона с подробным описанием возможностей и преимуществ. Здесь же можно увидеть отметку о корейской родословной этого девайса. Комплектация включает помимо самого видеорегистратора ещё адаптер питания, крепление с вакуумной присосой, карт-ридер для карты памяти, инструкцию, гарантийный талон. Playme P500, как я говорил вначале, заметно отличается от привычного формата, выполненного в плоском корпусе с малой толщиной. Этого удалось достигнуть с изменением конструкции антенны радар-детектора. Вытянутая прямоугольная форма была такой из-за рупорной антенны. Здесь же она занимает небольшую зону на лицевой стороне. Как показала практика, в реальной эксплуатации она не уступает по чувствительности и качеству приёма обычным классическим моделям. Вполне можно ожидать и новые волны радар-детектора в ультракомпактных корпусах. Сборка Playme P500 соответствует премиальному уровню, все детали идеально подогнуты друг к другу. Во время движения ничего не дребезжит и не смещается. Одной из особенностей стала установка сенсорного дисплея, занимающего всю площадь стороны, обращённую к водителю. Сенсор работает точно, нажатия определяются и простым прикосновением без давления. Под пальцы адаптированы и размеры иконок, так ложные срабатывания сводятся к минимуму. Но некоторые проблемы могут возникнуть при попытке нажатия во время движения по неровным дорогам. Сохранено только две кнопки. Одна из них справа от дисплея, она включает запись. И перед длительным нажателем включает защиту от перезаписи. На боковой грани есть переключатель, включающий устройство. Пригодится эта кнопка редко, а Playme P500 включается автоматически с поворотом ключа в замке зажигания. Ролики записываются на карту памяти формата microSD, нужный накопитель с 10 классом скорости. Рабочий экран разделён на несколько зон, в верхней плашке вводится общая техническая информация по центру изображения с камеры. Снизу ряды кнопок. Каждая подписана, разобраться по значению будет несложно. Playme P500 производит приятные впечатления. Меню в виде плиток состоит из четырёх разделов. Камера, радар, плеер и общие настройки. Предлагаются детальные настройки системы, любители тонкой подстройки останутся довольными. Включается и выключается каждый из диапазонов, сдаются порог скорости, выбирается режим, выключаются отдельные комплексы, выбирается максимально разрешённая скорость, расстояние до комплексов, чувствительность, можно изменить разрешение съёмки, длительность роликов, по необходимости провести коррекцию экспозиции. Playme P500 предлагает несколько режимов чувствительности. Дополнительно к традиционному набору есть ещё и Smart. Он автоматически меняет пресеты в зависимости от скорости и текущего местоположения. Перед началом тестирования мы провели обновление базы камеры и прошивки. Тесты проводились на дорогах Казани и Республике Татарстан. В базу добавлены различные типы стационарных систем, наполнение хорошее. Присутствуют системы, добавленные у нас уже в 2017 году. На дисплее выводятся данные по скорости, текущие по скорости разрешённой, дальности по типу комплекса. Иконки и шрифты читаемы. Также все данные дублируются внятными голосовыми подсказками на русском языке. Для автодори ведётся расчёт средней скорости и отмечает сначала и конец участка контроля. Поведение GPS-модуля можно настроить, выбрав лимит и дальность. На холодный старт и поиск спутников уходит в считанные секунды. Точность позиционирования высокая. Хорошо работает Playme P500 в активном диапазоне. Дальности хватает для принятия решения о необходимости снижения скорости. В среднем детектирование идёт на расстояние 600 метров примерно. Есть небольшое количество ложных срабатываний. Playme P500 с момента старта получил несколько глобальных обновлений, в ходе которых заметно подтянули качество съёмки. Он построен на базе процессора AID 803028, сенсор OmniVision 4689. Максимальное разрешение Full HD, скорость кадра в 30 секунду. Резкость держится по всей площади кадра. Шумы и артефакты не замечены. Государственные номинары знаки разборчивы на большом расстоянии. То же и касается разметки, дорожных знаков и других участников движения. Ночью есть небольшой шарп, но картинка остаётся разборчивой. Хорошо передаются цвета и детали. Запись ведётся в расширении AVI. Ролик продолжительностью 1 минуты занимает 90 МБ на карте памяти. Более детальные ролики и большее количество роликов по ссылке в описании к этому видео в текстовом обзоре. Playme P500 Tetra хороший вариант при выборе комбо-видеорегистратор флагманского уровня. Интересен он будет поддержкой сенсорного управления, тонким корпусом, точной работой по активному диапазону, регулярному обновлению программного обеспечения, простым настройкой управления. Отсутствием повышенных требований к накопителю. Сбоев и проблем зафиксировано не было. Тем, кто не гонится за габаритными и модными фишками, рекомендую рассмотреть модель Playme P400, которая у нас тоже была на тестах. Картинка с Amborello A7 мне нравится больше. С удовольствием обсужу с вами Playme P500 в комментариях, ребят. Всем спасибо за внимание и пока-пока.